Всем привет! Сегодня хочу поговорить и порассуждать на тему вентиляции. Вентиляция в России это такая уникальная вещь, которая идет по своему уникальному пути. Вроде вентиляция на первый взгляд вещь такая простая, но всегда в России есть какое-нибудь но, которое на что-нибудь влияет. Вентиляция в нормальном своем виде это воздухообмен 30 кубов на человека в час. Что это значит? Это значит, что человеку нужен нормальный чистый воздух. Чтобы он был чистым, его нужно постоянно менять. То есть нам нужен качественный воздухообмен. А для того, чтобы у нас был воздухообмен, нам нужно сделать хорошую систему вентиляции, которая состоит всего лишь из трех таких китов, из трех вещей. И эта система вентиляции должна работать постоянно. Многие думают, что вентиляция это какое-то временное мероприятие. Правильная вентиляция должна работать постоянно. И для того, чтобы она работала, нам нужно сделать, как я уже говорил ранее, три вещи. То есть нам нужно первое сделать приток чистого воздуха, нам нужно сделать периток воздуха и нам нужно сделать выброс грязного воздуха. На первый взгляд очень такая простая схема. Для нас важен чистый воздух, потому что это наше здоровье, это наше самочувствие. Я думаю, многие это осознали, когда во время коронавируса нас с вами заставляли одевать маски. Невозможно целый день в этой маске ходить. Без нормальной вентиляции в доме у вас будет как целый день ходить в маске. Вот примерно такую аналогию я могу привести. Для нас также нужна хорошая вентиляция, потому что из-за повышенной влажности у нас на стенах или там где-нибудь на окнах могут расти грибы. Итого, из того, что я сейчас сказал, если подвести, да, вентиляция это очень важно. Значит, в чем уникальность российской вентиляции? Пример с последнего моего объекта, когда меня вызвали на технадзор по утеплению кровли, у человека были сомнения в качестве утепления мансарда. Я приехал, нашел у него недочеты. Короче, он купил себе дом. Вот, я приезжаю, нахожу у него какие-то недочеты в вентиляции, какие-то недочеты в утеплении. То есть, такой набор. Еще в доме не живешь, и уже у тебя есть какие-то дополнительные затраты. Короче, я приехал, нашел недочеты в утеплении. И обратил внимание на систему вентиляции, которая у него там установлена. У него на чердаке, который не отапливается, то есть, там будет холодно, установлены вентиляционные трубы с моторчиком, это плюс, для того, чтобы была хорошая тяга. Но эти трубы совершенно не утеплены. И, скорее всего, на этих трубах зимой будет конденсат. Это очень плохо. Начал с ним также разговаривать про приток. Спросил, как будет осуществляться приток воздуха. Он сказал, что будет открывать окна. Вот такая вот веселая система в новом, современном доме. Возникает вопрос. Зачем человека так мочить, когда он еще в доме не пожил, а у него уже куча геморроя? Как с такой системой вентиляции в этом доме можно нормально жить? Либо предложите заказчику нормальную систему рекуперации, где чистый и грязный воздух будет поступать через вентустановку. Либо объясните, что в 2022 году открывание окон для притока воздуха – это вариант плохой. Это вообще мувитон. Потому что умные люди давно придумали для притока воздуха специальные приточные элементы. Либо оконные, либо стеновые клапана. Они позволяют ночью спать спокойно. И тебе не нужно каждые два часа бегать и открывать или закрывать окно. Потому что тебе то душно, то холодно. Что касается забора воздуха на том объекте, там в целом все гуд. Просто нужно будет либо утеплить трубы, либо заказчику дополнительно отапливать вот это чердачное помещение, чтобы не было проблем с конденсатом. Что касается забора воздуха, в принципе, если мы не берем в учет рекуператор, то обычно в подобных домах проектируется и в дальнейшем монтируются вент какие-то шахты из какого-нибудь кирпича, заказчикам никто не рассказывает о том, какие системы вентиляции существуют. И получается, что заказчик потом обращается в какую-нибудь компанию по установке системы вентиляции, а ему говорят, что на шахту желательно установить какой-нибудь вентилятор, и эту шахту вообще желательно загильзовать. А загильзовать-то не получается, потому что канал у него 120 на 170, и даже труба неутепленная, 125, туда просто не влезает. Хотя эту трубу обязательно нужно утеплять. Получается какой-то абсурд. Помимо того, что естественная вентиляция работает какой-то непонятной жизнью, плюс за шахту мы еще должны заплатить какие-то деньги, и если она вам вдруг не подойдет, то что-то с ней сделать нормально будет очень тяжело. Хочу вам показать, как сделана система вентиляции конкретно на моем доме. Посмотрите, вот у меня два варианта системы. Итак, друзья, переносимся в мой дом. В моем доме две системы вентиляции. Сейчас я нахожусь в каркасной пристройке. Вообще, дом у меня из газобетона, но есть небольшая каркасная пристройка. Здесь у меня будет зона спа. Сейчас вот камеру все перевернуть. Вот это вот джакузио, которое будет стоять вот здесь. И там будет сауна с электрической печкой, с парогенератором. Вот здесь у меня в этом помещении будет принудительная система вентиляции. У меня есть два клапана. Велка, они сейчас в таком полуразобранном состоянии. Когда мы здесь уже полностью доделаем ремонт, мы уже будем устанавливать здесь дополнительные запчасти к этим клапанам. И будем ставить решетки. Забор воздуха у меня идет через две вот эти вот вентиляционные трубы. Одна у меня здесь вот будет типа помывочная, ну, душ, да, стоять. Вот. А здесь у меня будет сауна. То есть идет общий стояк, который выходит на крышу. На крыше стоит вилповская труба, финская, с вентилятором. И отсюда, от этого стояка идет родник, который будет забирать еще грязный воздух у нас из сауны. Все это будет регулироваться вот таким вот регулятором. Сейчас он в выключенном состоянии. Давайте его включим. Вот. Сейчас он включился. В трубы пошла тяга. То есть у нас чистый воздух. Будет идти через вот эти два клапана. Клапанная вилка с терморегулятором. Зимой я буду оставлять небольшой зазор, чтобы через каждый клапан у меня проходило примерно по 30 кубов чистого воздуха с улицы. Забор идет вот отсюда. Так, у меня есть... Я тебе покажу вот такая вот бумажка. Сейчас вот клапан стоит на... Вернее, сейчас вот регулятор поставлен на минимальную скорость. И давайте посмотрим. Вот видите, идет тяга. То есть сразу видно, эту бумажку начинает туда засасывать. Даже есть такой небольшой звук. Потом на эти две трубы... Вот видите, сразу раз. Достаточно. Потом на эти две трубы будут одеваться специальные красивые решетки. Мы тоже зазоры отрегулируем по своему комфорту. Чтобы у меня здесь была... Чтобы у меня здесь была хорошая... Хорошая вентиляция. Чтобы у меня здесь был хороший воздухообмен. В основном доме у меня будет установлена адаптивная система вентиляции. При нее будут снимать отдельный ролик. Но смысл у нее такой же по притоку. То есть клапана мы устанавливаем во всех чистых зонах. Здесь вот у меня гостиная и кухня. Будет установлено... Вернее, уже установлено два клапана. Также в каждом помещении. Таких как спальни, детские кабинеты. Вот клапан здесь. Здесь это моя спальня. И из каждого помещения будет забор воздуха с помощью вот таких вот труб. Овальные трубы Ренсен. Здесь вот у меня спальня детская. То есть приток чистого воздуха идет вот через клапан. Отсюда идет забор грязного воздуха. То же самое в этой комнате. Короче, в каждой комнате будет у меня установлено по вот такой вот трубе. То есть эти трубы потом соединяются в одну установку. У этой установки есть датчики различные. И, соответственно, она такая умная система. То есть если я, например, спальню надышал, у меня повысилась концентрация углекислого газа. Установка это понимает и начинает работать более эффективно. Если, например, меня в помещении нету, я установил, чтобы она без меня, когда у нас никакой жизнедеятельности в доме, например, не происходит, чтобы она работала там примерно на 15%. Таким образом можно экономить деньги на отопление, потому что чем меньше чистый воздух у нас заходит через клапана, соответственно, тем меньше денег нам нужно на то, чтобы этот воздух отопить. То есть, как говорят умные люди, она может экономить нам затраты, на отопление до 50%. Но про это будет отдельный видеоролик. Так, в целом, про систему вентиляции на моем доме в двух словах я рассказал. Итого, что мы имеем. Всем рекомендую при строительстве дома сразу проектировать инженерные сети, отопление, электрику, в том числе и систему вентиляции, чтобы вы понимали, как будет выглядеть нормальный воздухообмен в вашем доме. Если у вас не система рекуперации, то делайте приток воздуха через оконы, либо стеновые клапана. Желательно делать выброс грязного воздуха с помощью вентилятора, чтобы гарантировать качественный воздухообмен, чтобы у вас нормально работала система вентиляции. С вентилятором у вас независимо от того, какая на улице температура, какая высота трубы, всегда будет работать нормальная вытяжка, всегда будет качественный воздухообмен и никогда не будет обмерзать клапана. Потому что если клапан работает на приток, то есть если у вас хорошая вытяжка, то клапан работает на приток, он никогда не будет обмерзать. В двух словах, то, что я хотел вам рассказать про свой дом, я буду устанавливать адаптивную систему вентиляции, как я уже говорил вам, буду подробно снимать про это видеоролик, и также буду вообще развивать эту тему вентиляции. То есть мы занимаемся вентиляцией принудительной и адаптивной. Про эти системы периодически я буду снимать видеоролики и показывать вам о том, что такое нормальная качественная вентиляция, и как вообще без вентиляции страдают люди. В двух словах, вот такой вот ролик у меня сегодня получился. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А так желаю всем здоровья, мирного неба над головой. Всё, всем пока.